здравствуйте друзья наступил новый год и наверное у каждого в доме есть украшенная елка но елка это не единственное растение которое люди наряжают к новому году и рождеству я предлагаю вам отправиться в маленькое путешествие по миру и по традициям и узнать какие же растения наряжают в новом году в европе америке японии и какие традиции связаны с этими растениями первое рождественское самое яркое рождественское новогодние растения это елка она есть у каждого фактически в каждом доме украшают его всем чем только можно и огоньками и шишками плодами какими-то игрушками но традиция наряжает новогоднюю елку пошла из германии считается что первым кто украсил ель к рождеству был немецкий известный немецкий богослов перевод переводчик библии на немецкий язык мартин лютер его очень тревожила история о том что люди немцы отправлялись до середины 16 века уходили в лес и украшали деревья плодами отдавая тем самым дань друидам возвращаясь домой после своего путешествия идя через темный лес как гласит легенда мартин лютер вышел на полянку и увидел опушенную снегом елку в сверкание вокруг сверкали звезды луна он был так впечатлен этой картинкой что взял сломал веточку принес домой и украсил ее свечами и тем самым как гласит традиция отсюда пошла такая ты пошла история украшать рождественские деревья именно свечами огоньками в россию традиции украшать рождественские деревья привез пётр первый причем украшали не только елки украшали и сосны если не было елок и пихты и можжевельники причем можжевельники не только украшали можжевельники использовали как компонент всевозможных напитков, и не только джин. Все сразу вспоминают про джин, но это не так. Добавляли вообще шишкоягоды можжевельника, добавляли в различные напитки, тем самым усиливая их вкусовые качества. Была еще одна традиция. Девушки гадали на пепле, сжигали веточки можжевельника ароматные и смотрели, как рассыпается пепел на блюде. И потому что они видели, пытались предугадать, что их ждет в наступающем году. Любое хвойное растение, которое было, украшали огнями, украшали игрушками, сладостями, отдавая тем самым дань и традициям христианским, и традициям языческим. С елкой все понятно. Какие еще растения украшали к Рождеству и Новому году? Отправимся с вами в Англию. И традиционным английским рождественским растением был у нас падуб или астролист. Яркие ягодки, красные ягодки, жесткие, яркие блестящие листочки. Это растение было еще известно кельтам. Именно кельты использовали его, плетя венки и надевая, украшая этими венками себя и свои жилища в йоль, в самую темную ночь. С течением времени языческая кельтская традиция не была забыта, а пришла в современный христианский мир. И венками из падуба до сих пор украшают двери и дома в Англии. На многих английских открытках старых можно увидеть изображение падуба. И эта традиция использовать падуб для украшения своих жилищ в Рождество и Новый год также шагает по Европе, и в современной России ее тоже, в общем-то, можно увидеть. В Германии же елка у нас пришла из Германии. Традиция украшать елку такая была немецкая. Еще одно растение, которое очень широко использовалось и используется в Германии, это амела или амела белая. Само растение – это полупаразит. Почему полупаразит? Потому что закрепляется, живет и получает питательные вещества и воду из растения хозяина, но при этом фотосинтезирует. Так вот, веточки амелы или веночки из веточек амелы также вешали под светильником или на дверях дома. И считалось, что таким образом в дом должно прийти, это дорога, амела показывает дорогу счастью, миру. Существовала, к слову сказать, еще в средние века существовала традиция, если враги встретились под веткой амелы, то они должны на день сложить оружие. Ну а еще амелу называют поцелуйным деревом. Почему? Потому что существует традиция, по которой девушка и юноша, которые встретились под веточкой амелы, должны обязательно поцеловать друг друга. И девушки не спешили отказываться, потому что если девушка откажется от поцелуя под амелой, то весь год ее ждет невнимание мужчин. Поэтому если вдруг вы окажетесь под амелой с любимым человеком, целуйтесь, и будет вам счастье. Еще одно растение, про которое нельзя не рассказать, тем более что оно становится очень популярным в домашнем озеленении, это пуанетти. Вот это вот прекрасное растение, у меня оно тоже здесь есть. Оно к нам пришло из-за океана. И вообще родина этого растения – это Мексика. Принес нам это растение, изделывая известным путешественник, первый посол Соединенных Штатов Америки в Мексике, и по совместительству ботаник Джон Роут Пойнсетт. Он увидел это растение, очень удивился, увидев его и впечатлили такие яркие цветы, как он считал, но нет, это не цветы. Если мы посмотрим на Пуанетсию, то увидим, что, внимательно, то увидим, что цветочки у него маленькие, почти незаметные. Вот это вот яркие, такие красные, то, что принимают за листочки, за лепестки – это прицветники. Так вот, это растение, опять же, широко использовалось ацтеками, и использовалось как средство, лекарственное. Если у женщины не было молока, то нужно было напоить ее отваром из Пуанетси, и через некоторое время должно было прийти молоко. Он так впечатлился рассказами, что забрал это растение к себе в оранжерею. Но поскольку цветет оно как раз в ноябре, декабре, январе, то есть около рождественское время, то Пуанетси яркими своими таким нарядом, убранством стало прекрасным рождественским растением. Я читала еще одну прекрасную историю, интересную историю про Пуанетси, о том, что Пуанетси или рождественская звезда, как и вифлеемская звезда, как называют, что это не что иное, как рождественское чудо. Бедная девушка шла домой и очень грустила, что у нее нет ни одной лишней монетки для того, чтобы купить подарок своим родным. Ей снизошло озарение. Она собрала веточки, которые нашла по дороге, принесла в церковь, и там случилось чудо. Веточки, сухие веточки превратились вот в такое прекрасное растение. Конечно, если собрать все кусочки этой истории, они вызывают удивление, но тем не менее Пуанетси – это прекрасное, яркое, сочное растение, которое так выигрышно смотрится в белом январе и, конечно, очень нарядно украшает наши новогодние квартиры, комнаты, дома. Есть вообще несколько растений еще, про которые вспоминают чаще или реже. Является таким типично английским рождественским растением терн или терновник, или слива колючая. Если мы посмотрим зимой, этот кустарник выглядит как голые веточки, яркие, синие ягодки. Считается, что терн должен быть обязательно в рождественском букете, который собирают для английской королевы. В странах Азии, в Китае, в Японии традиционным рождественским растением является кумкват. Наверное, многие его знают как сладость, которую засахаренные ягоды, плоды кумквата используют к чаю как сладость, но в Японии его также используют для украшения новогодних помещений, для новогоднего убранства. Ну и, конечно, аромат кумквата, который очень похож на аромат мандарина, родственником которого он является, создает новогоднюю атмосферу. Часто можно встретить такое растение, как декабрист. И, наверное, это самое известное для многих из нас растение. У меня, например, у бабушки на подоконнике стоял декабрист, который цвел с ноября по январь. У нас был декабрист розовый, у соседей был с какими-то белыми цветами. Называют его еще шлюмберги или шлюмберга. И действительно, за вот эту свою способность, за свою особенность время цветения в самое темное время года, его очень часто используют для убранства новогоднего и украшения, расцвечивания темного времени года. Ну и, наверное, еще одно растение, про которое я расскажу, это морозник. Морозник – это родственник лютика. Лютики знают все, морозник знают. У нас здесь неизвестен, у нас здесь его нет. Но это растение цветет, тоже его способность цвести очень-очень поздно, в ноябре месяце он цветет, в достаточно уже холодных условиях, расцветают удивительные красоты цветы. Называют его также Вифлеемская звезда. Вот еще одна Вифлеемская звезда, только уже европейская. Рассказывают, опять же, что легенды гласят, что морозник появился тоже как чудо. Девушка плакала, бедная девушка плакала, что ей нечего подарить младенцу Иисусу. Падали ее слезы на снег, хотя очень забавно, где же там был снег, но слезы падали на снег и растопили снег, и среди белого вот этого ледяного, холодного покрова появились красоты, необычайной красоты цветы. Но вообще, растения, которыми украшают свой дом и используют на Рождество или Новый год, люди, великое количество. Их объединяет, пожалуй, одно очень важное свойство. Многие-многие, большинство этих растений имеют либо яркие цветы, либо яркие ягоды, либо какие-то очень интересные листья. Словом, все то, что может подарить нам цвет в самое темное время года, которым является конец декабря, начало января, порадовать наш глаз и подарить надежду и веру на то, что Новый год будет таким же ярким, солнечным, счастливым, как и те растения, которыми мы украшаем свое жилье. Украшайте свои дома к Новому году, украшайте свои дома к Рождеству и пусть в ваших домах живут радость, любовь, здоровье и удачи!